итак здравствуйте дорогие друзья какое-то очень волнительное время очень волнительный день мы слышали ребят и конечно это безумно трогательно и я не знаю как можно было бы сегодня начинать этот день может быть нужно сильно улыбаться может быть нужно плакать но так или иначе мы понимаем прекрасно что мы здесь для того чтобы рассказать куда мы будем двигаться и рассказать почему мы приняли такое решение потому что может быть это действительно кому-то интересно поскольку мы понимаем что здесь собрались самые разные люди мы не знаем кто находится сейчас в этом виртуальном зале наверное кто-то пришел полюбопытствовать кто-то пришел посмотреть на нас мы хотим немножко рассказать откуда мы взялись мы с павлом ребята из москвы мы оба из академических семей мы имеем хорошее образование мы имеем хорошее воспитание и мы имеем хорошее представление о том каким должен быть ну каком каким должно быть окружение в общем то мы избалованы интеллектом если честно и поэтому несколько лет назад мы приняли решение сотрудничать с компанией визио визио она называлась таким французским прекрасным флером у руля этой компании стояли люди которым мы очень очень сильно мы пришли из предыдущей компании мы не были новичками в бизнесе к тому моменту и одна из причин почему нас пригласили потому что мы понимали уже кое-что в сетевом бизнесе и имели хорошие квалификации мы находились раньше в компании гербалайф мы ушли из компании гербалайф через два года после того как вошли в нее ушли из этой компании открыв хорошую квалификацию милионер тим мы открыли эту квалификацию мы ее не закрывали но мы ушли именно с этой квалификации мы конечно искали компанию свои мечты и когда мы поняли что это возможно мы стали собственно говоря ее строить и мы строили ее вместе с чудесными ребятами которых к сожалению многих нет уже в живых но есть люди свидетели этой чудесной истории нас было 12 человек почти как 12 апостолов да поэтому частично мы являемся конечно ангелами этого бизнеса этой компании в частности мы поверили очень сильно одному человеку который действительно решил что возможно реализовать все то чего у нас раньше не с не происходило это было очень важно мы начали ребята девяносто шестом году эту компанию мы хотели чтобы наша компания легально и официально была представлена на рынках где мы работаем чтобы у нас не было проблем с выплатами чертов чтобы у нас были в общем-то языковые версии чтобы все было чудесно чтобы мы развивались и много всего того что я сейчас вам говорю я мечтаю и в этой компании тоже чтобы получать мы очень быстро стремительно развивались есть свидетели этой грандиозной истории и да действительно это был великолепный триумф и пожалуй наверное ни одна компания здесь в россии кроме визиум не смогла собирать таких залов последний наш зал который будет сниться во сне каждому из нас это огромный стадион в украине киеве где мы собрали более 45 тысяч человек может быть вам покажется это странным но мы действительно помним все эти вещи и мы помним как мы начинали сколько было энтузиазма сколько было веры и почему в общем то мы достаточно закаленные ребята после кризиса многие из нас ушли многие из нас остались но мы все равно остались в компании для того чтобы бороться для того чтобы все было хорошо и мы в общем то могли удрать отсюда но мы предпочли остаться со своим президентом с дмитрием аркачьем буряком который на самом деле сделал для компании невероятно много и все то что у нас есть весь тот стиль жизни который у нас есть те путешествия в которых мы побывали те знания которые мы получили мы конечно очень ему благодарны и это конечно не сравнится ну ни с чем ни с чем все наши дома автомобили банки все что есть все материальное чудесное положение все что мы любим все что он позволил нам сделать это благодаря тому что мы находились рядом с человеком который тогда этой компании очень сильно горел люди которые любят свою компанию создатели которые любят свою компанию они очень много вкладывают эту компанию сил средств сердце и много много чего да иногда они очень многим жертвуют даже своей семьей они на даже я не хочу ничего сказать плохого о моем прошлом так случилось что бывает время когда создатель утрачивает интерес то иногда приходит время когда больше нет интереса и мы не будем обсуждать по каким причинам это происходит почему это происходит так бывает и мы сидели и думали ну почему же так почему же так и куда же мы будем двигаться дальше с кем мы будем двигаться дальше и были даже страшные вещи когда мы говорили господи ну может быть найдется человек может если тебе не интересно заниматься этой компанией может быть ты отдашь ее в добрые руки людям которые все-таки поднимут ее да им будет интересно этим заниматься ведь здесь огромное количество очень хороших образованных обученных очень сильных людей которые связывают с этой компанией свою жизнь и они на самом деле очень серьезные ребята и очень сильные люди я не знаю более сильных людей чем визионеров если честно потому что столько сколько мы потеряли столько сколько нас предавали раз я не знаю кто бы выдержал такое это действительно невыносимо но я могу вам сказать что лидеры не придавали друг друга лидеры уходили потому что это были невыносимые условия потому что прежде всего мы пришли в этот бизнес ради своих семей мы не пришли в этот бизнес реализовывать чьи-то чужие амбиции мы пришли в этот бизнес для того чтобы наши семьи наши друзья наши партнеры могли в общем-то заниматься этим бизнесом знать что у них все будет нормально приглашать сюда людей иметь действительно хорошую ситуацию для того чтобы честно смотреть этим ребятам в глаза и когда я спустя 23 года говорю вам о том что я утратила надежду и во мне больше не осталось веры это только потому что я знаю больше чем вы и люди которые сегодня остаются в этой компании которые думают что они способны в самом деле повлиять на ход каких-то великих событий я желаю вам от всей души не утратить эту веру потому что все бывает в этой жизни главное ребята не потеряйте веру нужно чтобы кто-то взял и поднял до это падающее знамя но я могу вам сказать что это было абсолютно осознанное решение и наверное не правда что несколько не скажу что вот виноваты исключительно руководство компании и так далее это не так потому что я считаю что это им будет наверное не совсем правдой я сказал что у дмитрия аркадьева река был исчерпан интерес к этой компании он начал свой новый проект и он назвал в этот свой новый проект но мы предпочли остаться здесь и не поддерживать эту ситуацию но я могу сказать вам что я действительно искренне когда пришел молодой человек на рексе раконян я в самом деле искренне поверила в то что с этим парнем все еще может что-то измениться и я правда искренне его поддерживал потому что мне казалось что он действительно сам очень хочет чтобы компания vision наконец-то начала развиваться мы совершили большую ошибку я прошу прощения у вас за это я прошу прощения и у нарека сироконянов надежды которого я не оправдала но я больше всего на свете прошу прощения у вас ребят потому что мы потеряли здесь время потому что я больше не хочу бороться потому что мы устали находиться в хроническом состоянии стрессов потому что это невозможно мы пришли в этот бизнес много лет назад и мы были счастливыми потому что он давал нам огромное количество возможностей огромное количество разных вещей мы могли обучаться мы могли путешествовать мы могли что-то новое узнавать в конце концов сделали что и потом все стало заканчиваться но это действительно было чудовищно потому что компании один за другим стали пока покидать топ-менеджер о чем это говорит это говорит о нездоровом климате прежде всего в самой компании и вы знаете чем мы стали заниматься последние годы мы стали взяли на себя функции которые нам не свойственны мы почему-то взяли на себя функции менеджер и татьяна с димой они очень хорошо об этом сказали они сказали это хорошо но не все и самое страшное ребята знать правду да и делать вид что ничего не происходит это происходит от трусости страх который руководит некоторыми людьми мы всегда говорим страх потерять сильнее желание приобрести я знаю что произошло на самом деле и что сделал так сказать молодой человек потому что я знаю сколько нам должны деньги с денег сколько вам должны день каким образом люди которые с удовольствием бы отсюда уже ушли сидят связанные по рукам и ногам потому что им не выплачивают денег потому что у них есть огромные колоссальные долги жуткие обязательства перед своими клиентами продукт который им не выплачен до сих пор и вы считаете что это компания то у которой есть будущее в самом деле возможно она у нее есть но мы это будущее так для себя не связываем с этой компанией я еще вернусь в этот эфир я могу честно вам сказать что это так сказать только вершина айсберга я сейчас покажу вам одну циферку такую в этот экран я думаю надеюсь что вы ее увидеть эту цифру вы видите эту цифру эту цифру мы оставили в компании vision сегодня это то что нам не выплатили и компания считала что это нормально да зато наши чеки гуляют по всему интернету хотя на самом деле никто не давал разрешение на то чтобы гуляли наши средства это у какой компании такой вообще вам возможно может быть это это нормально вы считаете но живем в общем-то в правовом поле я сейчас не буду так но в эмоции в такие западать но есть очень много вещей которые мне хотелось бы сказать но я не буду так я не буду обижать людей здесь очень много других ребят присутствует короче я хочу заниматься бизнесом который я люблю я знаю что у сетевой индустрии гораздо больше возможностей чем то что есть сейчас у нас компании и жизнь она в общем-то не ограничивается компании даже уже не вижу я даже vision не хочу ее называть потому что есть визионеры и все визионеры они уже покинули компании если кто-то и остался тоже действительно визионцы можешь меня простить ребята но это уже другая история передаю слово павлу потому что нужно сказать очень многое еще еще и попрощаемся по человечески я приветствую всех дорогие друзья и так вот видите как у нас разворачиваются события в таком остром весьма режиме и знаете сетевой маркетинг это бизнес истории поэтому разрешите мне сегодня для тех людей которые мою историю плохо знают или не знают вообще а такие люди тоже сегодня присутствует разрешите кратко рассказать о себе и так как говорила светлана и я и света мы родились в академической такой среде моя мама была известным археологом мой отец добрых александр петрович авторы многих книг и более 40 книг он написал том числе говорящие животные том числе по экстрасенсорике очень много книг и соответственно я всегда в качестве основной ценности своей жизни имел это образование мозги и интеллект деньги были всегда на втором месте на третьем месте десятом месте и так далее тем более такие факты как вот одеться такой ремень на себя нацепить из крокодиловой кожи там или из кожи там мустанга такого там цвета у тебя ботинки это все в нашей семье были было на двадцатом месте я не хочу обсуждать сейчас плохо это или нет я хочу сказать дальше про свой жизненный путь итак я учился 45 специальной английской школе вот директор миллиграмм кто знает тот знает я учился во второй физико-математической школе кстати вместе с татьяной сурой небезызвестной вам после чего поступил на механико-математический факультет мгу один из немногих сдав устную математику и устную физику на пятерки и соответственно закончил этот университет закончил механико-математическое отделение учился непосредственно у академика палмогорова у других очень известных соответственно ученых после чего моя судьба круто изменилась как-нибудь за рюмкой чая я расскажу вам об этом более подробно и я оказался в стенах дважды орденоносной академии имени дзержинского это было очень серьезное изменение моей жизни и я благодарен судьбе что и это было тоже моей судьбе я непосредственно работал в окружении таких людей как полковник павлов геннадий алексеевич полковник усаинах полковник горбунов козлов полковник питенко зачем я это говорю вы знаете я буду говорить после этого очень некоторые важные вещи которые касаются непосредственно ситуации в компании я хочу чтобы вы понимали что по роду моей предыдущей деятельности я отвечал за каждое свое слово потому что если так сказать мое слово оно не соответствовало действительности ну как вам сказать не нарушая закона о гостайне ну короче говоря меня ждали большие неприятности в этой жизни поэтому я привык отвечать за каждое свое слово и подкреплять его документами фактами записями в отличие от той лжи которая вам льется постоянно в уши дорогие друзья и тех псевдо проектов которые мы все устали я человек слова и так повторяю еще раз я окончил во второй факультет на дважды орденоносной академии дзержинского вы знаете как вот интересная вещь как звучало моя дипломная работа она звучала так вот дословно принятие решения командира в условиях дезинформации со стороны вероятного противника вот смотрите как удивительно прошло 30 лет даже больше мы снова я вынужден снова возвращаться к теме своей значит есть вероятный противники с массированной дезинформации и вот мы должны уметь принимать решение вот поэтому послушайте меня очень важные вещи сегодня которые будут сказаны и так продолжаю немножко про свою судьбу и так я успел уволившись в девяносто втором году после гкчп-1 гкчп-2 и так далее когда я понял что моя философия дальше не соответствует происходящему я уволился и дальше я прошел очень серьезную жизненную школу я работал соответственно и челноком работал в охранной фирме группа мост вы наверное знаете да такую фирму частным телохранителем и там были очень многие интересные моменты у меня в жизни я возглавлял группу охраны итальянского концерна оливье ти синтезис я работал затем на мельничном комбинате фирме хлеб это уже частная была фирма отвечал за поставку крупных биржевых поставок муки кстати в связи с этим возникла у меня очень интересный звонок недавно дать человек с которым я сотрудничал по поставкам муки позвонили друг или твою паша я слышал вот ты работаешь и сетевом маркетинге в концерне фридом я когда но вот ты не хочешь купить у меня кофейные остатки биржевые причем здесь биржевые стать ну как же у вас же есть вот эта группа кофе сел мы знаем кто у нее производителя они вот у нас регулярно скупают биржевые остатки соответственно значит кофе ну и мы с собой можем сделать вот это бизнес то есть покупай напрямую у меня и предложи соответственно руководству поскольку позвольте-ка что значит биржи биржевые остатки но я занимался мукой кофе мне не занимался она биржевые остатки муки это не кондиция это отброса понимаете мы покупали муку и соответственно на звероферме отправляли да там делали бизнес не кондицию значит что получается офис скупает за по дешевке да вот это кофе не кондиционно и подает в качестве значит невероятного здоровительного напитка и некоторые наши лохообразные значит псевдо лидеры в кавычках вот полюбили пить кофе вот это так но хорошо я это просто знаете переполняет эмоции это судьба она посылает вдруг неожиданно какие-то такие вещи подсказки да через которым я 20 лет не общался вдруг соответственно появился в моей жизни и раскрыл еще глаза на и жмите может быть мне сейчас отказывает логика но просто когда я господину сироками на пытался много раз объяснить на рек мы не хотим работать в трех компаниях не хотим мы работаем фирме режим в компании vision и там нашим при полгрупп и мэра 23 года говорили людям что нельзя сидеть на трех стульях ты заставляешь сидеть нас не просто на трех стульях до заставляешь размываешь товарооборот в сети и нашла на рек не сказал павел это наш младший брат полюбить его там наш младший брат но друзья у нашего младшего брата есть лишняя хромосома и он болен болезнью дауна вы не понимаете он такой вот вот такой вот у нас брат и я не хочу работать с этим братом и когда я вижу что значит есть лидеры которые начали пропагандировать какой-то соединенный значит там кейс еще что то друзья мои чур меня от этих бесовских ваших предложений да свят 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 господь соловок и так значит повторяю вас повторяю вам что я прошел большой очень жизненный путь или везде я стремился работать с максимальной отдачей и достигать лучших результатов где бы я не был я не могу плохо работать я вам приведу такой пример я даже работал на заводе красный пролетарий красный пролетарий во втором инструментальном цеху да и значит работал полгода у меня есть диплом слесаря соответственно фрезеровщика 2 разряда не так уж и мало и мне подарили за качественную работу индивидуальный инструмент от начальника цеха и есть подписи дипу и так давайте вернемся к сетевому маркетингу да видите как в жизни много сколько у нас интересных вещей и так вы знаете свет она очень хорошо сказала что она была очарована в какой-то момент личностью на реке и я тоже поддался этому очарованию молодой энергичный человек с ухоженной бородой такой позитивный да и я подумал но прекрасно значит дмитрий аркадьевич как-то охладел до к нашему видимо делу да вот плюс это очень неприятная история произошла с акциями компании да а я как и светлана у нас 300 тысяч акции было vision понимаете свое время это стоило больше миллиона долларов потом когда произошло невероятное падение ну хорошо мы рассчитывали хотя бы по одному доллару продать до 300 тысяч долларов наверно тоже на дороге не водать но вот мы подумали вот придет человек он решит эти вопросы раздаст соответственно и нашим акционерам деньги в той или иной форме и вы знаете действительно так производил прекрасное такое впечатление общительный человек старался старался я ничего не хочу сказать но я открою вам один секрет когда в меня закралась первое сомнение первое сомнение ко мне закралась во теме его тренинга вы помните он давал ряд тренингов где он рассказывал оба свою личную философию и элементы его философии будут так он рассказал как как он рос в рост актами и он рассказал для меня такую дикую вещь что вот он для того чтобы просил он подходил людям и предлагал свою помощь говорит хочет я помогу человек там да давай помогать и надо кому помогал а потом он приходил к руководству и делал так что руководство понимала что это на рек все сделал а не тот человек и тем самым он подсиживал просто людей но грубо говоря да и занимал их мест я подумал слушай ты чем вообще гонишь ты рассказываешь это видя ну как тренинг как личную философию такие вещи что ты подсиживал людей об этом обычно люди скрывают и человек подавал это как в качестве как вам сказать свое преимущество своего так сказать ноу-хау трюк такой да который жизненный опыт который ему позволяет продвигаться или так далее во мне первый раз закрыт закрыт закрылась такое нехорошее чувство я подумал слушаешь что такое происходит человек рассказывает такие вещи но у нас вообще в жизни бывают какие-то скелеты шкафы ну человек достает скелеты подает его в качестве значит методы с которым мы должны работать ну хорошо тем не менее мы продолжили сотрудничать было много нам одно обещано было много рассказано различных нюансов и 2 большой такой для меня шок был это конечно провал провал системы мэров городов и почему права почему именно потому что я лично представлял эту программу людям я мотивировал наших лидеров лучших лидеров лену шапошнякова город томск соответственно людмилу пирогову вас басырова вероника нижней ноги пирогова людмила соответственно это лидер володы это не просто вот дядя вася пришел по объявлению там газеты из рук руки купил франчайзинг то есть это лидеры которые поверили компании дали определенные финансовые обязательства взяли на себя ответственность за продукт после чего значит уважаемый нами господин одзинцов села это сиф экзекьютер офиса главный исполнитель директор объявляет они могут продавать продукт только новичка вы чтобы господа почитайте договор который заключили какие новички с такой стать значит я за звоню на реку дает что происходит да паша я об этом всегда говорю новичка ты что шутишь приказываешься ты почитала и почитай договор и мне идет ответ а я договор не составлял идею значит с этим к одинцов я понял слушать да мы играем с людьми у которых шесть узлов за ласканом я прекрасно читал этот друзья я читал это дроор там ничего не сказано новичка там сказано что любому абсолютную человеку можно будет продавать ну хорошо допустим вы облажали допустим вы не просчитали что-то но извинитесь честно и скажите дорогие лидеры дорогие дистрибьюторы мы ошиблись в расчетах мы не можем вот продавать по системе городок дайте компенсацию финансовые этим людям за то что они пострадали но хотя бы тысячу долларов две тысячи долларов ведь поймите эти люди они бедным бедные они у них нету ваших миллион извинитесь дайте им пять тысяч долларов там десять тысяч долларов перестаньте жрать шампанское по 500 долларов за бутылку и дайте им немножко хотя бы компенсации извинитесь нет этого не было сказано мы правы мы значит писали там читаете что в итоге демотивированные наши лидеры лена шапошникова лидер сибири номер один пишите по громче сейчас лучше меня слышно александр пишите сейчас меня лучше слышно и так эти лидеры полностью демотивированы все сдали свои ключи мэра дорогу и фактически мы получили одно из первых падений товарооборот очень серьезно именно тогда итак это был для меня шок и я понял что с этими людьми значит нам не по пути но тем не менее я надеялся что они изменятся я надеялся что что-то улучшится третий шок я не перечисляю именно шоке и не перечисляем маленькие шероховатости глупости отсутствие продукта отсутствие выплаты чеков я мишок следующий шок конечно это было когда я ну понял что финансовая компания финансовое состояние компании это просто ужас вот давайте на этом остановимся и так я повторяю я привык подтверждать все свои слова запись на меня есть записи у меня есть документы и так чеф-экзекьютер офисер станислав анецов заявляет нам на встрече на которой кстати присутствует тамара пшеникова и дарья панельна и алексей кукушкин заявляет что наш долг на арка фарме двора два с половиной миллиона доллара доллара евро да вы знаете это серьезная цифра это не две с половиной тысячи два с половиной миллиона это серьезно очень цифра и опять же ссылаясь на чеф-экзекьютер офисер на главную исполнительную директор компания арка фарма сказал что пока не будет погашен долг дальнейших поставок не будет не будет не только поставок производства не будет а производство и цикл это полгода как минимум это минимум но еще и потеря репутации итак вопрос позвольте откуда взялся ли этот долг когда в традиционном бизнесе возникает долг это мне понятно да там есть множество рисков но для когда раскрученной компании когда вы поставляете продукт на склад его практически моментально скупают откуда может взяться долг ведь в колоссальную цену продукта заложены все издержки я обращаюсь сейчас руководству компании вижу вы что не понимаете что наш продукт он стоит на рынке колоссальную цену несопоставимую с конкурентами посмотрите я уж не говорю про такой магазина и херк посмотрите сколько стоит барды сколько стоят детские витамины и этих витаминов полно и когда сеть когда лидеры просят умоляют дайте нам к наконец детский лайфпак тамара пшеникова говорит послушайте это основа нам говорят а вы покупайте бивайс а бивайс и тоже а вы покупаете бибик а бибик тоже исчезает вы хотите чтобы сеть ставила рекорды по продажам в таких условиях сейчас 21 век сейчас произвести нет проблем сейчас единственная проблема стоит донести до потребителя в условиях колоссальной конкуренции вы это понимаете и когда люди умоляю месяцами дайте нам детский лайфпак дайте нам жирные аминокислоты наконец-то потому что без них многие проблемы они не решаются люди вынуждены идти в другие компании тупо и оставлять там деньги и когда я спрашиваю chief executive office станислава одинцова уважаемого когда у нас наконец-то будет бьюти когда у нас будет детский лайфпак когда у нас будет соответственно брейн оф лес который крайне нужен ответ не знаю нет нет денег подождите после лета все для меня все понятно послушайте я старший офицер в прошлом я привык планирование жесточайшим привык к ответственности зачем мне надо заниматься вот этим есть прекрасная компания соберен халт где 250 продуктов сертифицирована линейка полная витамины микроэлементы жирной кислоты зачем я буду клоуном который ходит выпрашивает свои заработанные деньги честно заработанные и другие лидеры я уж не хочу сейчас называть их фамилии сочиняют какие-то слезные истории глупые там что у кого-то там значит родители там болеют у кого-то что-то еще слезные истории чтобы на рексе раконян выплатил наконец-то хотя бы маленькую денежку люди уважайте себя что вы самом деле деградировали так опустили мы что клоуны ходить выпрашивать деньги которые честно заработали один лидер нашей структуры опозорился тоже рассказывает а меня все устраивает я привык научилась обналичивать значит свой чек запаривая вот продукцию по демпинговой цене и все у меня обналичка идет ну да я там теряю конечно там 20-30 процентов остальное меня не волнует а ты подумал о своих людях которые которые не могут запаривать у них нет канала твоего сбыта ну и честь наверно ну и не нужно естественно об этом я молчу вот так что мы с вами прекрасно понимаем отбрасываю эмоции успокаиваюсь и так мы с вами понимаем что 2 2 с половиной миллиона евро это очень серьезный этот это очень серьезный цифр но это еще не все поскольку опять же нам надо нам было сообщено что мы ухитрировались еще задолжать огромные деньги логистической компании которая осуществляла отгрузки так оперативную доставку все это и да большой партии да оперативной партии значит я смотрю люди продолжают присоединиться наталья марковская веревки вообще пораньше надо было на час как минимум присоединиться друзьям и так значит что происходит мы должны миллиона евро туда мы должны полмиллиона евро еще сюда мы туда должны мы сюда должны это что что такое происходит после этого вы нам рассказывают сказки о том как все прекрасно вот надо просто продать на 39 миллионов долларов попробуй продай в этих условиях попробуй продай на 39 миллионов долларов я прекрасно знаю какой товар оборот допустим был феврале допустим даже в марте за счет вот этих дурацких акций будет товар оборот выше почему я говорю дурацких да потому что дмитрий голдин правильно сказал эти акции они подрывают основу мы спорили насчет этого с михаилом еще королёвым который очень любил эти акции я и говорил еще тогда михаил юрьевич уважаемый не надо проводить эти акции они обеспечены они обесценивают продукт и приводит к демпингу цен что самая большая угроза для начинающего дистрибьютора эти акции и демпинг последующих цен во вьетнаме демпинг достигает просто невероятного размера с условиями того что в условиях того что вьетнам сейчас составляет уже более 50 процентов задумайтесь как мы просили вьетнам который составлял сначала 10 процентов потом 20 потом 30 сейчас уже 57 процентов от товарооборота значит вьетнам он простых страдает он гибнет от этого демпинга плюс как я уже говорил много раз во вьетнаме нету лицензии на млм люб мы звонили со светланой их команде президентской люди сидят плачут я не преувеличу слезы текут и понимаете у людей мы спрашиваем что выплачет нет лицензии мы не можем работать штраф 10 тысяч долларов нас уже дважды острофовали мы не можем собираться три человека максимум могут собираться вот будет пять человек это уже все незаконное собрание штраф 10 тысяч долларов это нормально как вы считаете спрашивают почему у генерального менеджера по витами почему вы не не покупайте нам лица нет денег опять не день 500 тысяч долларов нужно положить депозит у нас этого нету ну что я могу сказать вот рядом во вьетнаме открыта прекрасная компания а сайбириан велф и туда сайбириан велфи туда валят люди каждый день уходят пять шесть десять человек лидера вьетнама мы спрашиваем ну что это друзья а у вас как дела они говорят а мы бы тоже ушли но мы повязаны руками и ногами киксами и криптором у одного долг по киксам и криптором люди же занимали в надежде на рост их десять тысяч долларов у двадцать третий сказал что вообще немыслимо циво сто тысяч долларов позвольте вы что вообще творите вы чё творите то вы подрываете нам сеть своей сранью вот этими ну светлым день я живой человек ну значит я это сети на мне принадлежит вы что не понимаете это мой то что я строил своими руками потными и получил инсульт полетая во вьетнам туда по 12 часов вы грузите людей с своей криптовалюты значит и эта криптовалюта она привязана соответственно к биткойна и к эфиру биткойн упал эфир продолжает падать этот мыльный пузырь он сдулся а люди остались с долгами по десять-пятнадцать-двадцать тысяч долларов значит что я хочу сказать этот бред пора заканчивать я больше никакую не хочу вот эту туфту заниматься так татьяна лученкова маразм пишет какой-то где вы были четыре года назад когда компания была в долгах это что за вопрос улочек с головой что-то плохо татьяна уважаемая я в четыре года назад пахал как карла несмотря на свой инсульт на рек спас компанию от долгов кто вам сказал эту такую туфту так кто вам сказал этот маразм как он спас от долгов каким образом он спас от долгов компанию прикрыли закрыли везде склады наши и страны закрыли и именно после прихода на рек который спас от долгов у нас закрыли компанию на кипре вы не знаете не понимаете что вы пишете маразм какой-то мне значит еще раз вам объясняю у меня нет претензий к лично к на реку господин он наверное прекрасный человек в чем-то да просто я прошу на рек не занимайся сетевым маркетингом занимайся тем что тебе в самом деле нравится нравится дизайн да действительно ты хороший дизайнер действительно тебе нравятся коробочки упаковочки одежда вот это и так далее ну пожалуйста занимайся прекрасно реализуй себя вот с мамой на река познакомился прекрасная действительно женщина скромная симпатичная обращаюсь к вам анна пожалуйста ну не надо заниматься вашему сыну сетевым маркетингом это не его понимаете ну это вот все что павел дубров завтра пойдет и скажет я балетом хочу заниматься и я буду там танец маленьких лебедей но меня свистают и закидают яйцами тухлым ну не создан вот павел дубров для балета в чем-то своем он другом хорош так вот на реке да конечно он не создан быть директором и руководителем сетевого маркетинга он не понимает этого бизнеса он не понимает взаимоотношения не понимает что двигает в этом бизнесе вот и уж тем более господина Станислава Одинцова которого мы все уважаем как юриста ни в коем случае нельзя ставить как чиф экзекьютер офисов потому что этот человек он еще меньше понимает в том что такое кто такой лидер сетевого маркетинга как с ним можно разговаривать как нельзя разговаривать когда лидер сетевого маркетинга говорит напрямую мы запрещаем вам публиковать наши чеки по соображению безопасности наших детей наших семей это что непонятно мозгов не хватает понять что мадина плачет в узбекистане просит пожалуйста не публикуйте наши чеки мы работаем в узбекистане нелегально мы не можем говорить о бизнесе там мы можем только продукты значит пропагандировать нет а мы нам надо нам нравится вот это клоунада мы будем показывать вот понимаете там у дубровых пять миллионов этих четыре там на этих три но вы забыли только выплатить эти миллионы людям понимаете вы забыли выплатить четыре месяца подряд и светлана вам показала 100 тысяч долларов у нас зависло и я сейчас вам друзья с радостью говорю вот мы проводим семинар а значит соответственно в турции и конечно там мы будем говорить прежде всего о нашем новом проекте а сайбериан был нас где нет никаких проблем где все сертифицировано где чеки получают люди пятого числа как часы каждый месяц пятое число чек пятое число не 20 не 25 не 30 а пятого числа уже все вот подвели бухгалтерскую сверку и 5 числа людям приходит чек где есть прекрасные инструменты для работы где подробнейшим выбраны расписаны все абсолютно абсолютно все события и есть онлайн поддержка мы будем естественно нашим людям всем кто туда поедет рассказывать именно об этом и никаких не будет других залов там еще что-то выдумывает там пшеникова и другие лидеры что вы мы отвечаем за то чтобы у людей которые за нами идут были чеки было развитие были была надежда мы не хотим убожеством больше заниматься поэтому конечно мы в турции будем представлять новый проект для тех же кому это не нравится я возвращаю деньги я вот павел дубров возвращаю деньги обращаюсь сейчас к юле коротковой к роману соответственно к рученко к руководству компании значит вот у нас зависло 100 тысяч на нашем счету с учетом автомобильной программы пожалуйста вот тем кто будет к вам обращаться за компенсации расхода на семинар я даю и Светлана дает разрешение из этих денег выплачивать компенсацию нет проблем вот есть видео пожалуйста я от него не отказываюсь вот соответственно так сказать нет проблем а я продолжаю значит свою беседу продолжаю рассказывать о тех окончательных шоках которые нас со Светланой последним шоком это конечно была Макао это просто во-первых бесовство на сцене в разгар православного поста ну хорошо вы можете сказать у нас не только там у нас есть и мусульмане и там индуисты и даже вот у нас одна есть любительница Хари Кришна но посвольте то бесовство которое происходило на сцене когда люди при всех демонстрируют половой акт недвусмысленно стриптиз дешевый это что такое это нормы поведения для серьезной перспективной компании а когда люди приехали и поняли что элементарно им не оплачено питание и люди вынуждены были позориться и в пакетики складывать себе завтраки и выносить значит и администрация гостиницы на второй день просто стало как на зоне шмон проводить и людей обыскивать и отнимать эти пакетики это же позор это для крупной сетевой компании международной о чем вы говорите это счастье что мы со Светланой не поехали туда в Макаву я не поехал по состоянию здоровья мне нельзя перелет длительный понимаете я бы не перенес такого позора у меня второй инсульт был и все я бы в мир иной отошел от стресса и так Макао окончательно нам показалось это невозможно вьетнамцы жалуются Павел Александрович мы приехали у многих не было вообще денег потому что Нарек обещал что все будет оплатить у нас не оплачена ни еда ни гостиница нам постоянно отключали номера мы вынуждены были ходить на рецепшен на рецепшене говорят послушайте заплатите 200 долларов какого-то депозита да у людей нету этих 200 долларов потому что им сказали что все будет оплачено вы не понимаете это зато было 600 бутылок шампанского Майэн Шандон понимаете что опять и вьетнамцев напоили пьяными они ходили там падали лицом вниз люди так это бесобство господи спасти помилую нас грешных это должно быть исключено раз и навсегда обращаюсь с кем-то остается никогда не участвуйте в бесовщине так никогда не участвуйте в бесовской вот этих действий а каково должно быть тем людям которые вытащили их на сцену и они участвовали в этом а это лидеры компании хорошо давайте двигаться дальше итак ситуацию финансовую в компании я примерно объяснил два с половиной миллиона долларов долга отдавать их нечем потому что если мы сейчас возьмем даже если сейчас товарооборот я назовусь полтора миллиона в месяц и из этого прибыль 10 процентов это 150 тысяч простая математика простая математика вот подумайте сколько месяцев компания будет отдавать этот долг если чистая прибыль сто пятьдесят тысяч рублей долларов сто пятьдесят тысяч долларов извините то здесь не надо михмата оканчивать вы прекрасно понимаете что компания только долг будет выплачивать два года три года а ведь в это время все новые и новые долги вот например последнее событие которое меня убило вот открыли с помпой значит в белоруссии большой пикап кофейня ну кофейня значит огромные помещения кофе сел такой маленький поменьше там вроде 2-3 дистрибьютора вопрос зачем это сделано что это за понт очередной и выясняется оказывается директора кафе нагрузили кредитом пообещали ему как всегда кучу каких-то преференций обещали что он станет богатым миллионером сейчас он очухался он понял что на нем сидит висит кредит огромный который нужно отдавать да и человек находится в шоке то же самое случилось поговорите с александром нестратом это краснодар то же самое человек говорит упал в санвест что происходит мне нечем людям платить зарплату мы в долгах по уши так да значит опять Татьяна Лученкова значит пытается что-то ну хорошо не буду так Гуряк гасил долги всегда из компании брал деньги из другого бизнеса и вы это знали при этом все устраивали да меня это устраивало Татьяна Лученкова неуважаемая а почему это Дмитрий Буряк это самостоятельный человек абсолютно меня абсолютно не волнует откуда он берет деньги я что буду ему указывать берет он из другого или нет это его дело абсолютно я отвечаю за сеть я отвечаю за то чтобы у людей были деньги и у тебя в том числе и так о работе в трех компаниях значит я еще раз повторяю мы не хотим работать в трех компаниях и я как советник президента на реку сразу сказал сама концепция убогая неправильная и когда дом сам разваливается не надо делать косметический ремонт в квартирах и бегать с кисточкой что-то поправлять нету ни одной преуспевающей компании которая работала в трех компаниях гербалайф президент работает только в гербалайфе эмвэй только эмвэй цептор только цептор туперверт только туперверт вы меня понимаете да у семи нянек дитё без глаза есть такая пословица и вы поймите меня правильно эта концепция она тупиковая и я говорил на реку вот татьяна волченкова спрашивает где я был я здоровье положил на то чтобы объяснять человеку упрямому некоторые вещи важные и объяснял нельзя работать в трех компаниях нельзя сидеть на трех стульях нельзя пропагандировать одновременно кофе с какой-то добавкой и компанию визу понимаете и с анной уважаемые мамы на реку я объяснял показывал что прекрасно да есть корень женщины вполне допускаю что он самом деле работает он прекрасно так дайте дистрибьютором вижен этот продукт дайте на него хорошие себе дайте на него хорошую цену и пожалуйста нет проблем но в трех компаниях мы работать не будем и не надо упрямство здесь нам демонстрировать значит есть понятие слияние и поглощение и когда приходит огромная компания вижен с лучшими лидерами на тот момент сейчас уже лидеры ушли практически все нужно было сделать простейшую вещь осуществить поглощение двух этих маленьких компаний компании вижен то есть обеспечить слияние в маркетинг план а не заставлять людей работать по трем направлениям и размывать свои чеки размывать свои деньги в трех компаниях из них у двух компаний просто убогий маркетинг план у кофе сел убогий маркетинг план у соответственно венхана маркетинг план вообще не какой-то директ селс типичный вот эти значит я начал с вопроса откуда взялись эти долги долги взялись от этих всех казино от этих всех бесконечных пьяных шампанского аренда вертолета одна минута стоит 600 долларов так и для меня здесь все понятно друзья мои откуда берутся эти значит долги поэтому в трех компаниях мы работать не будем это тупиковая идея и я больше об этом говорить не хочу следующее итак продуктовые акции я об этом немножко говорил повторяю еще раз это нехорошая идея продуктовые акции должны проходить очень редко очень прицельно только по определенным группам продуктов это сложнейшая наука потому что сразу же после продуктовые акции идет дембинг идет затоваривание и мы получим новый февраль через два-три месяца это непонятно так следующее когда нам поставил chief executive officer одинцов задачу поднять товарооборот фактически в три раза не на 10 процент не на 20 а в три раза я сразу же как ну человек ответственный задал вопрос за счет чего каких ресурсов есть один такой ресурс это индия я задал вопрос позвольте вот уже в июне вы пишете в посте что индия будет открыта вы написали вы отвечаете за свои слова послушать сейчас март уже закончился остался апрель май два месяца в июне вы говорите мы начинаем работать вы отдаете себе отчет что уже давно тогда должна работать там discovery team я же подробнейшим образом описал я же описал вам подробнейшим образом как должна работать discovery team она выезжает за три месяца и так значит выясняется в июне месяца будет открыта не vision а кофе сел опять этот пресловутый кофе сел наш младший брат с лишней хромосомы в днк а мне зачем это нужно я лидер компании vision мне кофе сел она вот здесь уже стоит понимаете вместе с возвеличиванием псевдо лидеров из этой компании вместе с воровством наших людей спросите у даши пониная как у нее целую ветку утащили и подписали под кое-кого в кофе сел дашенька я тебе хочу предупредить ты сейчас суетишься да а ведь это будет происходить и дальше у тебя у тебя не останется группы ты либо сама будешь кофе сел бегать продавать либо ты будешь курить бамбу так вот значит если вы посмотрите судьбу компании предшественников кофе сел это органа гол посмотрите пожалуйста то же самое было кофе с добавкой гриба рейшей как закончилась судьба кофе сел как закончится судьба кофе сел да так же как закончилась органа гол посмотрите в интернете полно информации а именно в соединенных штатах америки купили партию органа гол от этого кофе отправили в независимую лабораторию и что выяснилось кофе крайне низкого качества гриба рейша не нашлось даже следов все после этого был подан суд высокий суд значит нью-йорка рассмотрел эти вынес решение в пользу того человека которого обманули и дальше в сша действует прецедентное право вы понимаете то есть если одному выплатили все тысячи миллиона людей подали иски то что их обманули и то что им продали кофе под видом значит кофе с грибом а там никакого кофе не было все компания перестала существовать она была гораздо более раскручена чем кофе сел там миллиардные обороты были она перестала существовать за три месяца после этого значит возникла некая идея у ивана дядуха значит уважаемого мной который любил говорить всегда что со сцены что вы знаете у меня два высших образования три красных дипломов я всегда ему говорил ты пойми правильно это абсурд если у тебя два высших образования то почему у тебя как у тебя может быть три красных диплома нет ну жизнь она полна смешного друзья понимаете если бы мы не видели смешного мы бы ржали просто понимаете и значит я знаю эту судьбу компании предшественницы да иван взяток это действительно сильный сетевик надо отдать должное там хороший он плохой это сильный сетевик и и другие люди которые ушли с вижен антон занят это действительно сильные очень сетевики мотиваторы прошли школу прекрасно так вот некого персонажа небезызвестного вам я не хочу называть сейчас его фамилию чтобы опять не было там скандалов и так далее это естественно было под ваней дядухом а ваня дядух и он был вообще-то в совете директоров да он был вице-президентом компании где был нарак вот перед соответственно тем как возник Олес и так вот этот персонаж он значит в какой-то момент приходит к народу и говорит а зачем у меня спонсор ваня будет давай я под тебя непосредственно подпишут послушайте это грубейшее нарушение правил вижен правил сетевого маркетинга это нельзя ни в коем случае делать но это происходит этого персонажа подписывает значит непосредственно под нарека а ваня остается не удел ваня шоке бедный дед так что как меня кинули я же вице-президент а позже бу ветер что значит ты был вчера вице-президент же не ты никто вот это этика в кавычках вот это представление о том что можно делать и нельзя и потом вот этого лидера его возвеличивают со сцены показывает нам в качестве примера вот посмотрите я хочу сказать люди покайтесь публично ибо наказание близко библии сказано горе вам смеющимся ныне ибо вас плачете пятый ангел вострубил уже индия забудьте индия открывается в кофе сэл и кстати нарек нарек уважаемый хочу вас предупредить не надо открывать там кофе в Индии кофе не пьют в Индии не пьют кофе там пьют чай там пьют травяные настои с кофе пожалуйста идите там в Финляндию идите в Европу там в Турцию можно идти я не хочу чтобы уважаемый нарек вы потеряли еще раз свои деньги я знаю нарек твое упрямство я даже не к тебе а к маме твоей замечательной обращаюсь к Анне Анна я вас предупреждаю не теряйте деньги вы дали один раз 3 миллиона сыну вашему не надо больше терять деньги понимаете в Индии для того чтобы открыться нужно открывать совместное производство поговорить поговорить Андипом Гойлом который 10 лет назад пытался с Буряком открыть Индию Гербалаев открыл совместное производство 120 миллионов долларов за завод там завод построили вы 250 миллионов долларов построили завод у вас есть 200 миллионов долларов какая Индия о чем вы говорите так следующий проект сессии ну что я вам хочу сказать зайдя в личный кабинет компании Siberian Wellness я увидел наконец то о чем мы мечтали лидер нормальное дерево которое открывается на любую глубину да вот выбираешь человека вот например Алексей Кукушкин тыкаешь на него вот под ним открывается там Дмитрий соответственно Сафронов да тыкаешь под него там Дмитрий Голдин и вот видишь что уже под Кукушкиным значит группа больше 40 человек и все они в апреле уже покупаются и браво Леша вот он чек в 10 тысяч долларов который я тебе обещал я тебя не обманул ты просил чтобы я не раскрывал тебя пока у тебя не будет 10 тысяч долларов в другой компании прекрасно браво вот он чек я не шучу действительно твои чтобы просчитать что 37 процентов тебе платят с оборота компания Siberian Wells это не 5 процентов которые ты получаешь в vision понимаешь не 5 а 37 процентов и для того чтобы получить твой вожделенный чек в 10 тысяч долларов который для тебя сейчас кажется невероятной манны там тебе всего лишь нужно сделать ну 40 тысяч оборотов пока от тебя не отделится лидер а он пока не отделяется то есть в апреле месяце ты уже получаешь 10 тысяч прекрасно поздравляю но поскольку ты сделал подлость и провел вчера хамское значит такой вебинар под названием ты и твоя жёнушка вы провели вебинар под названием как ты назвал его лицемерный ты наш клоун ты назвал как сохранить свои чеки в условиях турбулентности при том при всем что у тебя ты постелился под жопу подушку безопасности построил сеть в 40 человек уже и ты хочешь чтобы я тебе этот чек от компании Сибири Вэлнс заплатил я не не дам тебе этот чек ты не заслужил этот чек я направляю Алексею Маламужу чтобы он мог оплатить операцию своему ребенку понимаешь Алексей заслуженный человек раненый в Афганистане не может оплатить операцию ребенку ты не заслужил этот чек я отдаю этот чек Алексею Маламужу которого внук страдает ему нужна срочная операция а ты остаешься в компании Вижен и иди на поклон к припади к ногам к ступням своего босса и попроси его оставить в тебя Вижен понимаешь вот так Лешенька и я больше этот не хочу затрагивать вопрос последнее что я хочу сказать это киксы фигиксы и бизнес сессии значит это проект абсолютно утопичный в глазах нарека мы как клоуны должны ходить по разным шашлычным различным чебуречным парикмахерским и докапываться к людям с простым предложением вот пожалуйста установите сессию бизнес сессию заплатите за это кстати деньги и вот соответственно люди которые будут там у вас три или кушать ваши чебурельки вот они будут в нашей сессии соответственно давать какие-то посты там выкладывать свои фотографии значит идея сама по себе утопичная с какой стати владелец чебуречный будет платить за установку какой-то бизнес сессии нарек уважаемые да ты никак не хочешь понять что наоборот людям надо платить за установку вот если я приду в чебуречный скажу слушай там геноцвали вот установили программу сессии тебе нарек заплатят за это 100 долларов а лучше 200 вот тогда это дело пойдет люди платят дураков нет никаких понимаешь и следующее ты забыл нам сказать дорогой нарек уважаемые что уже оказывается есть как минимум две крупнейшие компании UFC Game и вторая это City Class которая работает уже пять лет на этом и уже подключили тысячи бизнесов почему вы об этом не сказали нужно было честно собрать партнеров ты подал это как свою супер новую идею а оказывается эти компании уже давно заняли рынок и наши люди что должны как клоуны ходить по остаточному процессу так туда где не установлены и все и ты говоришь ага вот наше преимущество вот они платят и все геем и сити платят соответственно в рублях там а мы будем платить киксы так подожди я хочу спросить а это что ты действительно думаешь преимущество кикс это не раскрученная валюта абсолютно про нее никто не знает ты подойди к любому человеку задай вопрос ты хочешь получить свою зарплату в киксах или в рублях человек скажет конечно я в рублях хочу зачем мне кикс какой-то непонятный то есть везде везде какой-то абсурд везде отсутствие логики везде какая-то непонятка везде какие-то дымные обещания друзья мы живем в конкретном мире здесь крайне все жестко все крайне сурово в этом бизнесе очень высокая конкуренция и а еще что меня убило меня убило последняя фотография значит кто теперь у нас рулит компания значит теперь создан некий совет президентской команды естественно больше не существует и теперь я увидел фотографию друзья но это же паноптиком ну посмотрите кто там но света меня запрещает там он что-то говорит ну хорошо я не буду говорить давайте заканчивать нельзя паноптиком устраивать друзья значит и так я еще раз повторяю бизнес-сессия это проект провальный никто бегать не будет значит куда уходят деньги я еще раз открыть офисы нью-йорки а я не просил открывать никаких офисов в нью-йорке у нас денег нет на открывать офисы в нью-йорке понимаете они никакого отношения не имеют все нет это не имеет отношения к вижн потому что это на деньги вижн все делает и так я заканчиваю дорогие друзья заканчиваю последнюю тему это не выплаты чеков послушайте я хочу обратиться даже не к Нареку он не может слушать я обращаюсь действительно уважаемому мной человеку маме Нареку дорогая Анна мы вас очень уважаем и любим пожалуйста поймите что даже задержка на один день чека это смерть для сетевого маркетинга все мы ушли нас это не касается мы уже будем получать 5 числа все прекрасно но ради вас ради того чтобы вы свои 3 миллиона долларов опять не потеряли с Нареком я вас прошу это вопрос номер один в сетевом маркетинге категорически запрещено задерживать чеки людям 15 числа есть дата максимум 16 у всех должны быть чеки все не будет этого закрывайте компанию все и занимайтесь любым другим делом так это я сказал то что нам не выплатили 100 тысяч мы со Светланой отдаем тем людям которые хотят вернуть деньги за семинар это я тоже сказал значит я желаю вам всем добра так я желаю вам счастья я даже желаю тем кто меня обидел даже Татьяне Лудченковой значит я прощаю ее хамство она написана в Библии ибо неверно что творят значит я благодарю Светлана сказала она благодарит Нарек я тоже благодарю Нарек спасибо ты хороший парень я тебя прошу не занимайся сетевыми маркетингами я тебя умоляю ты вот хотел дизайном одежды заниматься прекрасно карты тебе в руки это твое дело ты будешь ходить в окружении славы то сети будут аплодировать вот был Карл Логенфельд а будет Нарексера коня вот браво прекрасно девушки красивые шампанское а сетевой маркетинг это нет это не твое это тяжелый труд все обнимаю дорогие друзья конечно эмоции много и сказано много и наверное действительно такая ситуация что много очень эмоций много болей да это много боли и конечно есть люди которые спрашивают что же вы чувствуете да ребята одна подруга позвонила и говорит я представляю что ты чувствуешь и на следующий день облила меня дерьмом с ног до головы но тем не менее я понимаю эти слабости людей и вы понимаете слабости людей мы здесь не для не для того собрались для того чтобы так сказать прощаться или там встречаться мы сказали то что наболело и мы сказали правду у каждого правда своя вот у нас она такова да и сегодня я могу вам сказать одну честную вещь несколько дней назад мы еще может быть имели какую-то надежду хотя уже терпение конечно подходило к концу это край то есть то что озвучил павел это ну уже край но я бы совершенно честно могу сказать что никаких запланированных так сказать уходов куда у нас не было и просто слава бог так бог управил как говорится да что мы получили себе вот за все эти мучения страдания хорошую ситуацию что мы откликнулся человеку который зовут Татьяна Гроховская да я увидела эту женщину я поняла что вот я хочу работать с такими президентами понимаете потому что для каждого сетевика особенно для людей которые опытные а мы считаем себя опытными ребятами в этом бизнесе да очень важно еще кроме всего прочего что есть вот продукт это очень важная составляющая да есть очень много других вещей ну составляющих но вот сейчас это критичная вещь это кто стоит у руководства компании какая команда что делают эти люди насколько они себя правильно ведут вообще в жизни я поняла что вот я с ним очень хочу быть я увидела что они не бьют себя кулаками в грудь не выпендриваются тихо и скромно делают свое дело имеют хорошие товарообороты имеют здоровую атмосферу в своих организациях имеют большой авторитет да и с ними сотрудничают хорошие образованные прекрасные люди и правильно сказала Татьяна мы когда разговаривали за всю историю компании у нас не ушел не ушел ни один лидер я хочу сегодня я и Павел связывать свою судьбу с людьми порядочными с людьми у которых есть четкое совершенно понимание куда они двигаются с людьми которые очень много средств и сил вкладывают в сервис и которые совершенно четко понимают что такое профессия дистрибьютора и у нас есть огромное счастье что мы во первых уже открыли для себя вот этот большой мир и мы очень сожалеем что не открыли раньше его для себя да но мы входим на хорошие ситуации потому что ребята провели ребрендинг они обновили свою компанию они вели колоссальное количество очень симпатичных вещей сервисов различных продуктовых линеек которые нам понравились нам нравится их обучение нам нравится то что они создали и я вам могу сказать честно все 23 года то что нам каждый год обещали создать и не создали у них есть вот почему сегодня я сказала это компания моей мечты и нам придется очень много наверстывать мы очень много упустили но мы постараемся мы быстро обучаемся и самое главное что нам очень быстро будут помогать это делать поэтому дорогие мои друзья мы приняли совершенно осознанный выбор я не хочу работать ни в какой компании ожидать когда на рынок придет еще какая-то компания которая соизволит открыть Россию потом Германию Чехию и другие страны там где есть наши люди там где есть наши интересы я не хочу чтобы наши люди продолжали страдать они и так вот вот так вот настрадали и они услышали очень много обещаний не выполнили это тоже достаточно и вы знаете что мои дорогие это очень тяжело осознавать что ты отдал столько лет жизни в этой компании я не сожалею не не часто что мы здесь находились но мне очень горько от того что сегодня вы будете наблюдать эту чудовищную вещь где эту компанию будут рвать на куски и компания все это время все эти полтора года находятся в состоянии совершенно чудовищным потому что она стала донором совершенно для других проектов и вот этого мы больше желать ну ни себе ни врагу не пожелаешь поэтому друзья мои оставайтесь спокойными оставайтесь там где вы хотите а другие люди принят решение уходить с нами потому что мы им симпатичны другой ну в любом в любой так сказать ситуации я вам скажу есть такая фраза которая мне нравится жизнь права чтобы не случилось мы сказали может быть слишком эмоционально то что мы думаем но я думаю что люди которые смотрят сейчас этот эфир они понимают прекрасно наше состояние они понимают что это очень тяжело когда тебя предают родные и близкие люди это очень тяжело но вы знаете что еще самое лучшее во всем этом что ты на самом деле в таких ситуациях понимаешь кто на самом деле с тобой рядом какие ребята с тобой рядом какие крепкие люди с тобой рядом кого ты на самом деле должен ценить и уважать но у меня в отличие от вас ребята из vision сегодня есть будущее и я убеждена что мы с вами увидимся никого не хочу обижать всех прощаю кто нас обидел и предал прощаю вас все по христианскому живите с этим мы увидимся все равно когда-нибудь правда всего доброго дорогие мои друзья мои простите что мы были так многословны мы понимаем что это единственный наш эфир последний наш такой эфир мы прощаемся с одними людьми и говорим добро пожаловать нам другим людям всего доброго добро пожаловать в наше новое будущее спасибо 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 спасибо